Добрый вечер в студии первого Денуруснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Спутник Ви добился признания. Я хочу благодарить Российской Федерации для больших шагов для развития безопасности и эффективности. ВОЗ признала эффективность российской вакцины, разработанной Институтом Гомолеи. Скрасить горе, облегчив быт. С начала года сотни овдовевших граждан стали получать пенсии умерших супругов. Каждая былинка на вес золота. Для корма скотину. Сжигать не обязательно, потому что можно измельчить и оставить как удобрение. Спасатели и фермеры призывают крестьян не сжигать сухую растительность на полях, а использовать каждую возможность для хозяйства. В Молдове за сутки выявлено 650 случаев коронавируса. Из них 9 завезенные. Антирекорд по числу скончавшихся – 19 человек. Жертв ковид уже – 1230. Общее число заболевших в нашей стране с начала пандемии составляет 47446. Из них активных – 10 674. 562 пациента в тяжелом состоянии, 33 из которых подключены к аппаратам искусственного дыхания. Еще 524 прошли лечение и выписаны. Всего в Молдове от напасти избавились 35 542 человека. Сегодня из-за новой инфекции закрыли на карантин Дрокиевский лицей. У восьми учителей там выявили коронавирус. В столичных школах зарегистрировано 190 случаев заражения, а в детсадах – 51. Прием заявок закрыт. С 10 августа по 18 сентября в Агентство по платежам в сельском хозяйстве поступило 1626 заявок от фермеров на возмещение ущерба, нанесенного засухой и градом. Сумма выплат превышает 300 миллионов леев. Помощь полагалась фермерам, чей урожай пострадал на 60 с лишним процентов. Самый эффективный в культуре были культуры в сентябре, то есть и регулирование предоставления культуры в сентябре, как быть греу в сентябре, орс в сентябре, рапица в сентябре, для вица в сентябре, для львов, для мазера. Фермерам, чей урожай пострадал, полагаются выплаты за каждый гектар потерянной культуры. Так, от 1000 до 2000 леев выплачивают сельхозпроизводителям, которые выращивают горох, осеннюю пшеницу и ячмень, а также овощи, растущие в открытом грунте, либо же тем, кто был вынужден повторно пересеивать поля. От 2000 до 4000 леев пойдет фермерам, которые выращивают осенний рапс, виноград, фруктовые сады, орехи, ягодные плантации и клубнику. По данным Минсельхоза, юг Молдовы пострадал от капризов природы больше всего. Речь идет о Штефан-Воде, Камрате, Каушанах. Фермеры оттуда прислали больше всего заявок. Общая сумма выплат составляет 303 миллиона 100 тысяч леев. 1401 экономический агент их уже получил. В связи с тяжелым положением, в котором оказались все сельхозпроизводители страны, правительство изыскало в срочном порядке сумму, необходимую для компенсации, а также упростило процесс подачи заявок и ускорило выплаты, которые в среднем перечислялись аграриям через две недели после предоставления всего пакета бумаг. Помимо этого были пересмотрены и другие льготы. От гарантирования ставок по кредитам, взятым на покупку техники или выплату заработных плат, до введения моратория на налоговые проверки. Магистральный водопровод готов на все 100. В селах-у-прутах Инчешского района закончили строительство главной трубы. Чиновники говорят, что к концу года рядом с каждой деревней будет стоять резервуар с питьевой водой. Оттуда уже можно будет прокладывать водовод к каждому дому. Масштабный проект по водоснабжению сел в пойме прута возобновили в начале этого года, после визита премьер-министра района Кику в этот регион. За последние месяцы достроили магистральный водопровод. Здесь магистралы, которые начинают строительство, оба аккуратная, сидят на территории, все очистят. То есть вены, то есть фильтры, даже с контурой области, с контурой монтации. И станции очистки воды на последнем этапе подготовки. Уже завезли материалы, которыми будут очищать воду – уголь и кварц. Воду будут качать из реки Прут. Для этого еще должны сконструировать водосборную систему. Водопровод от реки к станции очистки воды уже есть. А рядом с селами уже построили насосные станции и установили резервуары. Власти обещают, что до конца 2020 года в этих цистернах будет питьевая вода. Каждая цистерна вмещает 350 кубометров. Воду отсюда будут получать три села – Котул-Морий, Сыротены и Леушены. Чтобы вода попала в село, нужно еще построить внутреннюю водопроводную сеть. А пока воду из резервуаров планируют возить в село на транспорте. Примар села Обелены говорит, что даже такой вариант – спасение для них. Примар говорит, что вода из резервуаров будет платной – 15-20 лев за кубометр. А сейчас сельчане покупают привозную воду по 100 лев. Мария Жук переехала в новое село Котул-Морий 10 лет назад, после того, как ее дом разрушило наводнение. Говорит, в предыдущие годы в хозяйстве использовала дождевую воду. А в этом году осадков нет, ее бассейн пустой. Женщина носит воду из общего колодца. Женщина надеется, что со временем удастся провести водопровод до самого дома. А пока здесь такая система. В проект по водоснабжению включили 11 сел у прута с населением 20 тысяч человек. Деньги – 74 миллиона леев – выделили из бюджета Национального экологического фонда и Агентства регионального развития. Этой осенью большим спросом будет пользоваться виноград технических сортов. Ранние заморозки в апреле, град и сильная засуха в текущем году сильно ударили по этой отрасли. Наша страна столкнулась с самым низким урожаем гроздев за последние десятилетия. В Национальном бюро винограда и вина отметили, что хотя винограда мало, его качества весьма хорошие. И закупочные цены будут подходящими. Наихудшая ситуация с урожаем технических сортов винограда наблюдается в юго-восточной части страны. Винограда repрогнозирует, что в этом году соберут на 40% меньше, чем в предыдущие годы. Реклата 2020 года мы рассматриваем 25-40% меньше, чем в реклата мультиануальная. Для того, чтобы быть в цифрах более четверо, реклата в прошлом году была 263.000 тонн. В этот год мы transformаем от 150.000 до 200.000, что будет эквивалентным количеством винограда до 100-120 миллионов литров винограда. Капризная погода сказалась и на качестве винограда. Хотя сока в нем мало, вино получится что надо, но в гораздо меньших количествах, чем в предыдущие годы. Больше всего пострадали красные сорта винограда, такие как мерло, каберне, савиньон и другие. В этом году их урожай очень скромный. Это подтверждает и представитель молдавской винодельческой компании Руксанда Липкан. В этом году мы оказались с сцеными с ровом, и это было причемного количества для этого года. Это был такой, поэтому мы будем сцены наиболее того, что мы будем делать меньше чем в прошлый год. Продолжение следует, что в качестве винограда будет в большом спросе, следовательно, и закупочные цены вырастут. В этом году из-за пандемии также наблюдается значительное снижение объемов экспорта вина. Специалисты говорят, что он упал примерно на 30%. Отметим, что около 85% молдавских вин отправляют в такие страны, как Российская Федерация, Китай, Япония, США и большинство государств Европейского Союза. День вина в новом формате. Национальный праздник, который в этом году выпадает на 3-4 октября, пройдет без традиционных массовых гуляний. Однако торжество отменять никто не собирается. Более того, по данным Национального бюро винограда и вина, 17 производителей вина, которые специализируются на винном туризме, устроят туры, дегустации и ряд других мероприятий у себя в винодельнях. Винодельцу вина. Дополноте мы предлагаем предложить сетки, которые забрали винодельцу в винодельце. Также мы планируем универсальный паук, Einwin & Food Pairing, сетки 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 сетки, принятыми винами сетками винами, где мы будем административное дегустание вина, премиады на mundo вин. Это вариант, предлагаемый одной из местных винодельческих компаний. Каждая подобрала собственную программу на разный вкус и карман. Винные туры устроят для небольших групп. Наличие медицинской маски обязательно. А в сети некоторых супермаркетов в этот период можно будет найти вина с приятными скидками. В первой половине дня в центре столицы ожидается небольшая тематическая программа. Мероприятие по вручению наград представителям виноградорской винодельческой отрасли пройдет возле Триумфальной арки. Также посетители смогут увидеть выставку этикеток для винных бутылок и фотоэкспозицию о праздновании дня вина в последние 19 лет. Дегустации напитков не будет. Жители Бельц разочарованы в своем мэре. Говорят, Рината Усатый перед выборами обещал им золотые горы. Но как только благодаря их голосам сел в кресло главы муниципе, тут же забыл обо всем, что собирался сделать. Десятки жителей Бельцкой улицы Хечилу неоднократно приглашали Рината Усатого посетить округу и обсудить с ними десятки проблем, с которыми они сталкиваются. И часть из которых он обещал решить во время своей предвыборной кампании. Со времени выборов прошел год, но ничего не изменилось. Делайте нам дороги. Мы мучаемся. Старики, дети в школу ходят, падают, приходят с коленями побитыми. Неужели мы не заработали этот кусочек какой-то нормальной человеческой земли? Жители рассказывают, что во время даже самых скромных дождей их улица превращается в непроходимое болото. Тротуаров нет, так что волей-неволей шлепаешь по грязи. Канализации в этом районе отрадясь не было. Соответственно, и ливневых стоков тоже. Так что вся вода с улицы заливает дворы. Дом Нусатте, когда вы учитали на 2-лай-мандат, оменили здесь, аща вае и убеск, вае respectе, ка-щи фацеу круче и молчумеу Лу Думнезеу. И не мерят у них паваж 50-ти метров. Вы делаете паваж 2-лай-мандат, но здесь мы все же закрываем импозитивные. Мы все закрываем токсу для дороги. Мы вовремя, что это наш слава. И мы остались так. Мало того, по улице и даже в ее окрестностях не ходит общественный транспорт. А ведь здесь и предприятия расположены, и довольно большой квартал частных домохозяйств. При этом люди отмеривают ногами немалые расстояния, чтобы добраться до ближайшей остановки общественного транспорта. Отчаявшиеся люди уже поняли, что чиновникам нужно особое приглашение. Просто так к ним никто не приедет. Ну что ж, его и направили в мэрию. Но ни одно ответственное лицо на встречу так и не явилось. Мы все начали Ettringим тудаwu. Здесь мы очень много. Мы, что мы делали или что мы делали во время грешения, как работали когда-то, мы делали друг к нам. Мы делаем дорогу. Что мы делали? Мы уже идем в премьерную работу. Мы говорим о том, кто здесь и говорим, что они Polночил и у véцы. У брюшениientа, у бшиесями, у родителей, у милиция своих детей. Лидер политформирования наша партия Рината Усатый одним из первых поспешил баллотироваться на пост президента. И уже зарегистрирован в Центризбирком в качестве кандидата. Выдвиженка партии ШОР Виолетта Иванова подала в Центризбирком подписные листы. Говорит, ее поддержали не менее 25 тысяч граждан. По закону ЦИК в течение 7 дней должен высказаться о подлинности документов, а после принять решение о регистрации. Напомню, накануне 25 тысяч подписей подал в комиссию действующий президент Игорь Дадон. На данный момент ЦИК зарегистрировал трех кандидатов. Рината Усатого от политформирования наша партия, лидера по ПДП Андрея Анастасия и претендента от ЛДПМ Тудор Аделил. Главе парламентской группы про Молдова Андреану Канду в регистрации отказано. Центризбирком заявил, что он не набрал нужного количества достоверных подписей в некоторых районах. Молдова вместе с ООН готова справиться с вызовами, стоящими перед международным сообществом, включая угрозы безопасности, которые обретают все более сложные формы. Об этом говорится в заявлении президента Игоря Дадона по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций. Как и другие международные мероприятия, в этот раз заседание Генассамблеи ООН проходило онлайн. В своем выступлении Игорь Дадон сказал, что 2020 год останется в истории человечества как год переоценки современной мировой системы и укрепления общих усилий по преодолению глобальных вызовов. Глава государства также заявляет, что хотя 75-летие ООН омрачено последствиями пандемии COVID-19, для мировых лидеров это все же своевременная возможность осознать прошлые недостатки и договориться о конструктивном сотрудничестве в будущем. Игорь Дадон в своем выступлении также отметил, что, к сожалению, не все договоры соблюдаются государствами-членами, а угрозы безопасности приобретают все более сложные формы. Сегодня в мире еще присутствует discriminация, база на уровне, расе, религия или дизабилитете. Эти ситуации мотивятся апелы секретару-генерал ООН, д. Антонио Гутереш, для поддержки в диалог глобал для реализации ООН для будущего. Глава государства заявляет, что нынешний год для ООН завершится конкретными результатами в таких сферах, как экономика, окружающая среда и, наконец, что не менее важно, здравоохранение. Декларация о праздничестве на 75-е аниверситетах Национальной Университета. Текст этого документа представляет производство дискуссии с мембриями социалистов нашей страны и это результаты университетов солидных между странами. С всеми, мы получили эмоциональный праздник для будущего. В будущем, который означает планета, защищая на свой свой, а не только декларативный. Организация Объединенных Наций была основана в октябре 1945 года, сразу после окончания Второй мировой войны. Первоначально структура насчитывала 50 стран, на сегодняшний день это 193 государства-члена. Республика Молдова присоединилась к ООН в 1992 году вместе с несколькими государствами бывшего Советского Союза и Югославии. С начала года 182 человека стали получать пенсии умершего супруга или супруги. Пособие предоставляется на основании закона, предложенного главой государства и вступившего в силу в январе. Согласно проекту, если человек вышел на заслуженный отдых и умер в течение пяти лет после этого, то оставшаяся половинка может претендовать на его ежемесячную пенсию. Пособие может быть востребовано только в случае брака не менее 15 лет. Национальная касса социального страхования предоставила более подробную информацию о том, кто может стать получателем помощи. Предоставили свойственные дизайнер на 1 январе 2020. Социальный адрес не появится за пенсий для зависимости до 5 лет. Социальный enjoyed being с первого года завершается в расставе в 5 лет. Если вы сразу зарисовали 5 лет, то при следовании, это не может быть остановиться. Социальный сменимизиар в юнии 2020. Социальный сменимизиар в пенсии для дизайнерства, если вы говорите в детстве, Барбатцы с пенсионами в Молдове на достижение 163 лет. Они получили 2 лет. В результате, сочный супровожденный будет удержать эту индивидуальность в 3-е годы. Пособия для оставшихся в живых будут выплачивать из фонда НКСС. На момент, в результате, 182 индивидуальность, в качестве сочного индивидуальность. Меремия медиа этой индивидуальность в 1662,81 лето. Счастливы для первой половины года для этой индивидуальность в 13,5 млн. лето. Желающие получить это ежемесячное пособие должны обратиться в территориальную Касу социального страхования соответствующим запросам и представить пакет документов. Для установки, дейминедию, сочного супровожденного искусства от 3-е годы, Для этого необходимо признать бюллетенную идентификацию, сертификат для кассырии и сертификат для дечесса. Сертификат для кассырии необходима, потому что в обязательной обеспечении этой индемизации есть 15 лет кассырии. Дретья к этой индемизации у нас только собственник, а не и муж. Люди приветствуют эту законодательную инициативу и говорят, что это хорошая поддержка для пенсионеров. Ну, все-таки, наверное, там дети и внуки остаются. Я считаю, что нормально. Хорошая, конечно, жена получила или муж. Это очень хорошо. Еще одним обязательным условием получения этих денег является то, что ежемесячный доход пережившего супруга не должен превышать 2647 леев. Напоминаем, что законопроект, предложенный Игорем Дадоном, действует уже почти 10 месяцев. Автопарк национальной полиции пополнился на 52 машины. Авто получили бригады уголовного розыска. Их распределили среди инспекторатов Кишинева и районов страны. А приобрести автомобили смогли при поддержке Евросоюза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представители правоохранительных органов из разных частей страны говорят, что новые автомобили помогут им оперативнее реагировать на вызовы службы экстренной помощи, даже в плохую погоду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В целях безопасности внутри машина разделена на два отсека. Из общего числа закупленных новых автомобилей 11 останутся в инспекции полиции Кишинева. Остальные распределят по районам страны. В начале этого года количество обращений в полицию увеличилось на 25%. С посетительным исходом в столице около двух часов дня на Чиканской улице Мелеску-Спатару столкнулись четыре легковушки. Одна из них принадлежала службе такси. Ее 36-летний водитель погиб на месте. Сам автомобиль восстановлению не подлежит. Еще два шофера госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Этим утром в коммуне-колонице дотла сгорел заброшенный дом. Пожарные смогли войти внутрь, лишь когда потушили пламя. В одной из комнат обнаружили обугленное тело 62-летнего мужчины. Местные жители были знакомы с несчастным. Говорят, он был бездомным и часто ночевал в заброшенном здании. Имел привычку закурить сигарету перед сном. Начато расследование, в рамках которого установят точную причину произошедшего. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Далее о других происшествиях в стране. В ночной аварии в столице пострадали двое полицейских. Минувшей ночью на буйканах легковушка врезалась в автомобиль стражей порядка. Двоим сотрудникам правоохранительных органов понадобилась госпитализация. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, виновником ДТП стал 21-летний водитель иномарки. Возбуждено уголовное дело. Еще одно серьезное ДТП произошло минувшей ночью. Вблизи села Вережена Теленежского района 30-летний водитель легкового автомобиля уснул за рулем. Машина выехала на встречную полосу и на полном ходу врезалась в грузовик. В результате столкновения иномарка сильно пострадала. Шофер госпитализирован. Пятеро мужчин в возрасте от 40 до 57 лет подозреваются в незаконном обороте наркотиков в Бельцах. Двое из них задержаны на 72 часа. По данным следствия, они приобретали наркотические препараты в аптеках по ложным рецептам, а затем перепродавали их в северной столице с хорошим наваром. В ходе обысков в домах подозреваемых обнаружены 143 поддельных рецепта, сим-карты, мобильные телефоны, приборы для употребления дурмана, психотропные таблетки, 600 мл жидкого метадона, банковские карты и другое. Потенциальная прибыль составила бы около 22 тысяч леев, а в случае изготовления наркотиков из психотропных веществ, приобретенных по ложным рецептам, сумма выросла бы до 60 тысяч. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет. Столичные полицейские задержали 18-летнего уроженца Новых Анен, который занимался незаконным оборотом наркотиков. Молодой человек промышлял продажей марихуаны и в момент ареста и обыска как раз имел товар при себе. В ходе допроса он признался, что приобрел дурман в социальной сети и собирался перепродать его по более высокой цене с целью получения прибыли. Согласно действующему уголовному законодательству, ему грозит тюремное заключение сроком от 1 до 6 лет. Воровал по-крупному. 42-летний житель столицы был задержан за серию краж в особо крупных размерах. По данным следствия, домушник предпочитал золото и деньги. Несколько дней он наблюдал за квартирами, подбирал ключи и проникал внутрь, когда хозяев не было дома. Однажды вор просчитался и попал в обзор камер видеонаблюдения. Подозреваемый задержан и уже сознался в содеянном. В его доме полиция обнаружила некоторые из украденных вещей. Теперь ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Косят траву, чтобы сжечь. За последние двое суток сотрудники главной инспекции по чрезвычайным ситуациям потушили почти 100 очагов возгорания сухостоя. И в 60 с лишним процентах случаев виновниками стали представители сельхоздеятельности, которые сезонно избавляются от отходов после сбора урожая. Этот привет из седой старины явно не одобряют рационально мыслящие фермеры. По их мнению, это просто расточительство. Ведь после жуткой засухи даже такие отходы могут стать дополнением к фуражу, которого в этом году просто кот наплакал. Основная причина, по которой горит сухая растительность у нас в стране, это люди сжигают мусор, поджигают траву, чтобы не убирать. То есть человеческий фактор является основной причиной. По информации территориальных подразделений, пламя уничтожило несколько гектаров сухой травы и мусора в районах Единец, Трошины, Теленешты, Рыжкань, Когул, Еловень, Сорока, Лёва. Первый случай произошел на сельскохозяйственной земле в Манта, где в результате пожара пострадали 30 гектаров стерни и 5 гектаров кукурузы. Чаще всего, когда мы приезжаем, те люди, которые виновны в том, чтобы в возникновении пожара, их чаще всего не бывает уже на месте. Они где-то кто-то поджигает, уже видят, когда ситуация выходит из-под контроля. Чаще всего люди просто уходят. Хорошо еще, если они позвонили на 112 и сообщили, что есть такая проблема. Фермеры возмущаются. Кормить скот и так нечем. Лучше бы отдали кому-то, у кого есть рогатый питомец. Кроме того, слишком велика вероятность, что пожар разойдется и попадет на чужие угодья. И так пострадавшие от засухи. Для корма скотину сжигать не обязательно сжигать, потому что можно измельчить и оставить как удобрение. Легче всего, потому что, чтобы все это измельчать, нужно платить. Вы знаете, как у нас проблемы с деньгами. И вот поэтому сжигают. Только это неправильно. Потому что, если не дооценил ситуацию, может сжигать все поле. Вот сколько здесь. В контексте последних событий сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям просят следовать хотя бы минимальной технике безопасности. Мусор должен складироваться в определенном месте. Если идет речь о сухой растительности, не разводите костры в непосредственной близости. Если речь идет о культурах, которые, пассивные культуры, должны быть противопожарные разрывы. То есть, если часть загорится, чтобы не перекинулась на соседние поля. Каждый вызов на сухую растительность, как я уже говорил, он энергозатратный. И очень часто бывает, что просто из-за человеческой какой-то ошибки, из-за несоблюдения каких-то мер, мы выезжаем и тушим пожары. А в этот момент происходит действительно какой-то серьезный пожар или авария, где нужна помощь намного сильнее нашей службы. И выезжают другие ребята с других районов. То есть, это каждая минута, понимаете, что может повлиять на человеческую жизнь. В этом году Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям получил более 1200 обращений по случаю возгорания сухой растительности, что равняется трем выездам полного комплекта спасательной техники в день. Ночи и день равны в любом уголке земного шара. Сегодня день осеннего равнодействия. С точки зрения астрономии, это и есть переход к настоящей осени. Правда, природа и здесь решила отойти от устоявшихся законов и продлить лето как минимум до конца недели. Синоптики обещают до плюс 30, а о дождях по-прежнему остается только мечтать. Оранжевый код в связи с засухой продлен до 28 сентября. Однако уже завтра дни постепенно будут становиться короче, ночи длиннее, пока 21 декабря не наступит самая длинная ночь в году. И снова темное время суток начнет идти на убыль. И так до марта, когда солнце снова станет над экватором, означая очередную смену времен года. Конституционный суд вернул правительству проект изменения основного закона, который должен был повысить независимость судебной системы и который получил добро Венецианской комиссии и Евросоюза. Министр юстиции Фадзей Нагачевский утверждает, что это непредсказуемое и труднообъяснимое решение, которое может больно ударить по стране. Мало того, оно весьма подозрительно, говорит глава Минюста, учитывая сроки рассмотрения и период, к которому подоспел этот отзыв. Каждое положение закона проекта, получившего отрицательное заключение Конституционного суда, детально обсуждалось с Венецианской комиссией. Хранителям главного закона страны на рассмотрение документы отправили еще 1 июля, так что им потребовалось 3 месяца, чтобы выдать отзыв. Председатель Конституционного суда Домника Маноли заявила, что решение правительства, в котором был одобрен проект поправок Конституции, не было опубликовано в мониторл-офичал к моменту, когда поступил запрос в КС. Поэтому магистратам в руки попала совершенно иная его редакция. По мнению главы Минюста, Верховный суд привел надуманные причины, чтобы объяснить свое решение. Глава Минюста утверждает, что преодолеть ситуацию можно просто, заново провести обсуждение в правительстве и снова направить в Конституционный суд проект. Фадей Ногачевский говорит, что самой большой проблемой станет «Мотивированное решение КС», а именно их отказ согласится с поправками, касающимися прекращения полномочий в Высшем Совете Магистратуры преподавателей права. В меморандуме между Молдовой и Европейским Союзом прямо говорится, что правительство разработает и примет проект изменения Конституции, который строго соответствует рекомендациям европейских структур. Фадей Ногачевский подчеркнул, что повторные переговоры по этому документу создадут ряд трудностей для нашей страны. Фадей Ногачевский подчеркнул, как КСССР, Министр юстиции объявил, что в настоящее время готовится обращение к Миницианской комиссии, которая также будет направлена в Европейский Союз, чтобы разъяснить Кишиневу, как действовать дальше. В то же время Фадей Ногачевский в среду отправится в Страсбург, чтобы обсудить с европейскими властями сложившуюся ситуацию и пути преодоления блокады. Продолжение следует... Продолжение следует...